Геометрические решения планиметрических задач. Меня зовут Александр Шейн, я являюсь преподавателем математики, и там долгое время работал в 57-й школе, а сейчас во Франции в городе Монтпелье, и в институте про передачи информации. Тема сегодняшней лекции это, каким образом, ну вообще, чем замечательная математика, что часто какая-то трудная задача, если на нее посмотреть с другой стороны, становится очевидным. Вот там человек думает, 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 и не понимает, почему, вот что делать. А потом как-то вот он там, как следует, выспался, или наоборот, бессонные ночи, что-нибудь, и вдруг он соображает, что на самом деле это все очевидно. Ну и вот это такая очень красивая бывает вещь, но сегодня я пытаюсь привести разные примеры, я вот пытался вспомнить разные примеры, где прием один и тот же, что мы начинаем с планиметрической задачи, а потом вдруг замечаем, что ее можно посмотреть на нее как бы с третьего измерения, и получается все хорошо и грустно. Вот. Значит, в качестве первой задачи, ну вот, что я хотел разобрать, она, правда, не очень школьная, но тем не менее, званопростная. Вот есть цандартное построение деления отрезков пополам. Ну, мы уже знаем, что это надо делать, надо провести окружности и соединить. Получится середина. Но теперь, значит, вопрос. А, допустим, у нас нету циркуля. Можно отрезок из них пополам? По линейке посчитать? По линейке посчитать. Ну, а если у нас есть линейка с делениями, то это, конечно, нет вообще ничего нет. А линии с точки, у которых у нас черти, у нас клетки есть? Нет клеток, ничего нет. Есть только... Нет, параллельную отрезку тоже нет. Ничего из них нет. Вот нарисованы две точки, и вот она линейка. Что хотите, то и делайте. Теперь можно нарисовать третью точку, провести еще там какие-нибудь прямые. Можно отрезки, можно еще нарисовать четвертую точку, еще что-нибудь провести там. Потом там соединить что-нибудь с чем-нибудь там. Да, потом поток будет сделать построение, и вот, чтобы почему-то прямая прошла через селетинку. Как вы думаете, можно это сделать или нет? Нет. Нереально? Нереально. Нет, но если только ровно пятерки, вы? Ну, нет, конечно, линейку используют как цирку, а швачку вместо клея, а швачку под ботинком, вместо еще чего-нибудь. Это все можно. Но сейчас мы играем в игры, которые называются построение циркулемой линейки. И что еще нет циркулем? Нет циркулем? А есть только линейка. А карандаш? Карандаш, в принципе. Если не было бы карандаша, то довольно ясно, что ничего не делали, ничего не сделали. Формально говоря, такое же. Если у нас имеется две точки, можно, во-первых, брать точки наугад. Если есть две точки, то можно их распределить через их прямую. Если есть две прямые, то можно отметить точку пересечения. Спрашивается, можно ли придумать какое-то построение, которое позволило бы найти середину. Вот как здесь, но только без цирки. Думаете, нельзя? Что можно? Скорее всего, думаете, можно. Вот если у детей как-то у вас можно, почему-то... Чего? Это было бы правильно. Получится, если линии, значит, не так же, на вашем языке, а как у них, может, когда-нибудь? Ну, давайте, начинайте, скажу так. Во-первых, вы правы, конечно. На самом деле, нельзя. Но чтобы вам не казалось так это очевидным, чтобы было понятно, что это некоторые содержательные утверждения, давайте я приведу пример, когда можно. Вот тут уже один пример приводили. Если у нас имеется только циркуль, то удивительным образом можно найти середину. А что нужно делать? Нет, я понимаю, что если циркуль у нас есть, что если у вас есть молотух, то весь мир гвоздь. Это правильно, но... Нет, я сам гвоздь. Вот можно нарисовать там... Вот есть... Ветерыч, можно нарисовать такую. Можно нарисовать такую. Но... Мы-то должны получить точку здесь. Причем мы должны получить что-то... Эту точку можно получить как пересечение каких-то двух окруженностей. Ну чего? Кто-нибудь знает, как это надо делать? Прести прямую международную. А, прямую, прямую. Ну и хорошо провести. А с циркулью только. Нет, только циркуль. Нет, ну это... Давайте не будем сейчас это подробно разбирать, а просто вот такое сведение, скваживаем сведение, и вы можете найти в разных местах, если никто сейчас не помнит, быстро решение. Я здесь не вспомню, но там надо, по-моему, удвоеном найдется, через... Хорошо, давайте по-простому. Вот, может, следую. Как-то этим... Вот рассмотрим точку, которые на продолжение этой прямой. Отрезка и окружности. Как ее найти? Это хоть кто-нибудь сообразит сейчас. Длина отрезка. Чего? Длина отрезка. Что длина отрезка? У нас есть точки А и В. А мы должны получить точку С, отложить точку равную на том же расстоянии от В, что и А. Что надо делать? У нас нужно взять циркуль или от середины отрезка А и В, то есть как у нас... От середины отрезка А. Хорошо, а как найти середину? Ну, все как-то... У нас есть... Черт. У нас есть две точки А и В, есть только циркуль. Мы хотим построить точку С, которая находится симметрично точке В. А и В нам дали точке А и В. А и В нам дали точку А и В. Сейчас, подождите. Значит, построить вот такую окружность? Нет, не надо их строить. А что? Циркуль, а также одна точка С2 и А и В. То же самое, перед точкой... Подождите, А и В у нас уже есть. А и В нам дали. Ну, нам нужно... Сейчас, подождите. Еще раз. Постановка задачи. Нам дали точки А и В. И циркуль. Надо построить точку С, которая находится на продолжении отрезка АВ за точкой В на том же расстоянии, что и А. Что нужно делать? Отложите прежнюю АВ в точке С. А это что значит? Отложите. Мы взяли такую ростку. Мы можем провести окружность. Но у нас нет прямой АВ. А это не снизу, не снизу. Ниже это как? Ну, ниже прямой. Пересечение. Просто в произвольное место поставили? Потом, когда пересечение, будет чуть повыше. Разрезка. 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 Ну, чего нет? А это так? Чтобы это не случайно. А вот мы сейчас где-то только поставили, вот там, да, там прямая. Такая прямая. Ставим циркуль, в эту точку, рисуем окружность радиусом АВ. Получаем еще одну точку при пересечении окружности В. В этой точке, опять ставим циркуль, при рисуем окружность. Следующий пересечень даст точку С. Понятно, чего говорят мне? Кто понял? Чего надо повторить, что нужно сделать? Ну, радиус самого, от точки вверх, которая провести окружность циркуля. Там было бы специально, когда мы в ряду и в точку сделаем. Значит, надо взять вот этот, так и так рать, циркуль с того же самого радиуса. И что сделать? Отложить, поставить центр сюда и? И там провести окружность. Привести окружность, и она пройдет через вот эти две точки. Естественно, потому что тот же самый радиус. И еще она как-то пройдет. Что дальше сделать? Получаем точку. Что мы дальше делаем? А точно так же отсюда откладываем еще раз. То есть мы три раза откладываем по окружности вот тот же самый радиус. И говорите вы, что это случайным образом или нет случайным образом попадет в точку С, противоположную точке А, в точке В. Кто может объяснить, почему это так? А, прошу прощения. Мы сделаем следующее. Давайте я сотру ненужную окружность. Мы взяли на окружность и мы взяли точку. От этой точки отложили циркулем, радиус, раствор которого равен радиусу окружности, отложили один раз, второй раз и третий раз. Вот говорят умные люди, что получится противоположная точка окружности. Надо объяснить, почему. Кто может объяснить? Нет, это все-таки... Подождите, давайте еще объясним. Потому что мы уже знаем, что этот равносторонний треугольник. Все стороны равны раствору суеврой. И это равносторонний треугольник, и это равносторонний треугольник. Ну и что? Можно заметить, что отрезок АС это два радиуса. Да, отрезок АС два радиуса, но можно еще заметить, что АВ и С лежат на одной прямой. А почему это? Потому что углы 60 градусов, а трижды 60 градусов, это 180 градусов. То есть как раз получится, таким образом, не имея милинги, мы, тем не менее, смогли продолжить наш отрезок АВ вот в другую сторону, за, и получить точку С. Ну, а дальше, дальше... Но АВ мы уже не разделили, мы разделили АС, получим точку В. Да, АВ мы не разделили. Нет, нет, я не хочу сказать, что мы разделили АВ. Я просто хотел показать людьми, когда можно сделать что-то нетривиальное, имея только цифру. Конечно, мы озадачу пока не решили. Чтобы получить середину АВ, нужно еще как-то дополнительно напрячься, но вот это нам никто не предлагает, пока можно. Кто-нибудь знает, как разделить отрезок пополам только циркулью? АВ? Ну, АВ, не важно, это 1-2 точки, нужно какой-то данный отрезок пополам циркулью. Но, значит, хотя никто этого сейчас и не знает, на самом деле это можно. И тоже можно... А сделка делала обратную операцию? Ага, обратную. Нам даны точки АВ, что значит сделать обратную операцию? Все не так просто. Еще интересно, если бы у вас была линейка с двумя сторонами, с параллельными, то тоже можно было бы разделить резко пополам. Но если она просто линейка, без всяких делений и только с одной стороной, по которой можно только противопрямую, то резко пополам разделить нельзя. И к этому есть некоторое доказательство, которое использует выход в трехмерное пространство. Вот первый пример, когда выход в трехмерное пространство позволяет что-то доказать. Но правда он доказывает, что что-то невозможно, это не так интересно может быть, но тем не менее, значит, давайте какие-то разберем. Как вообще можно доказать? Дело хитрое, значит, никакое построение не годится. Такая теорема, что одной линейкой нельзя построить единое отрасли. Не существует построения середины отраска, но или нет. Ну или переформулировка. Какое построение вы не предложили? Но не только вы. Кто бы ни предложил построение, кто бы ни предложил, оно не всегда правильно. Не всегда работает. Ну и здесь иногда оно случайно может сработать. Например, если просто построение для того, чтобы взять случайную точку, где вам понравилось, то иногда это будет правильно. Значит, мы хотим доказать, что нет построения, которое работает всегда. Доказательство такое. Значит, мне, к сожалению, надо было бы принести реальное стекло, но давайте себе представим, что у нас перед доской стоит стекло. И перед ней кто-то принес маленький кусочек стекла. И на стекле выполняет свое построение. Отмечает какие-то прямые, проводит, берет какие-то точки. Хорошо, что здесь. Берет какие-то точки, проводит там что-то делаем. В конце концов, там, получается середина ответственного. Как? Не знаю как. Давайте посмотрим, что будет, если осветить вот эту лампу. Посмотрим, что будет, если осветить всю эту картиночку лампой. Тогда линии на стекле будут оставлять тень. Значит, точка на стекле, естественно, оставляет тень, которая будет точкой на доске. А другая точка оставляет какую-то другую тень. А прямая на стекле, тень от нее будет прямой и не будет? Не обязательно. Не обязательно. А почему? В точку может быть. А, нет. Ну, конечно, если мы будем светить прямо вдоль стекла, то есть здесь, чтобы вся прямая спроектируется в точку. Но это особый случай. Делать не будем так делать. Представьте себе, что мы проектируем, освещаем прямую лампой, которая находится вне плоскости. Тогда каждая ее точка отбрасывает какую-то тень. Но вопрос. Будут ли эти тени лежать напрямую? Ну, они образуют какую-то линию. Но обязательно ли она прямая или она может быть кривой? Как вы думаете? Чего? Кривой. Давайте проведем опрос общественного мнения. Кто считает, что она обязательно будет прямой? Нет. Или это вы не голосуете, а управляете камеру? Я не голосую. Никогда не голосую. Хорошо. А кто считает, что она может быть и кривой? А можете привести какой-то пример, почему так можно? То есть, какой конкретный пример? Кто-нибудь может привести? Ну, вот у нас есть много ламп, но я же не знаю. Можно попытаться сделать прямую. Смотрите. Ну, так, конечно, чёрт её знает. Может, она так кривая, но почти прямая. Ну, так вроде как тень выглядит как прямая. По крайней мере, с моей стороны. Но может ли кто-нибудь обидеть, почему это всегда будет так? Подобные треугольники. Подобные какие треугольники подобные? Ну, вот, если взять отрезок прямой, то и вот точку, из которой исходит цвет. Вот у нас есть точка, которая исходит цвет, а вот отрезок прямой. Да. И что? Продолжим прямую, которая идет до конца отрезка из точка света. Вот отрезок прямой. Да. Вот они где-то пересекают нашу плоскость. Может, потому что цвет прямой линии? Да. Цвет Гюльс прямой линии, да. Ну, и очевидно, что... Что очевидно? Нет, сказать, что эти треугольники подобные, было бы опрометчиво. Потому что, давайте представим себе, что у нас вот имеется, ну так, в течении, вот имеется лампа, вот имеется стекло, и вот доска. И вот есть две точки на стекле, и вот их тени. А это b, это t, h или b, h. Так, ничего особо не подобного. Так чего, будет прямой? Титина. А может он тебе объяснить, да хоть чего, почему это прямая? Хотя бы так интенсивно. Потому что это проектирование, которое называется ваше лобико-смело, и с ним он, и с ним он старался, и с верхней точки. И, ну, скажу, когда проектирует получается, то прямая будет больше, чем стекло? Нет, ну вообще, действительно, скорее всего, будет больше, если особенности глобули с кэтламентами. Но почему прямая эта метода? Можно, конечно, назвать это соупольным проектированием, но от этого мы ничего не знали нового. Какое интуитивное объяснение, почему это прямая? Потому что тень от прямой – прямая. Это есть такой метод, особенно в преподавании, часто опытные учителя умеют говорить таким убедительным голосом, что это доказать, что создается впечатление, что они это уже доказали. Вот вы применяете сейчас тот же самый метод. Вы убедительно повторяете, что это прямая, но поэтому тень от прямой будет прямой. Потому что тень от прямой будет прямой. А какое это объяснение? Ну давайте я скажу объяснение, хотя это тоже на самом деле не особое объяснение, а так, если не знать стереометры… Тень от круга всегда будет круглой? Ну она же повторяет предмет? Это дело тонкое, так вот… Ну что, тень от круга всегда будет круглой? Да. Может быть, нет? Нет? А при искажении там может вообще получить САВА. Да нет, при искажении круга может получить САВА. Ну… Ух ты… Это даже я, пожалуй, могу продемонстрировать вам более убедительно. Вот возьмем… Я сейчас попытаюсь выводить круг. Ну это так, как я вам показываю, что более-менее круглый. Ну так, в пределах. А вот мы его проектируем. Видно, по крайней мере… С моей стороны он проектирует как круг почти что, но вы наверное видите, что он совсем не круглый, а авал. Вот с этой стороны, то есть с АВАЛа, а сколько может быть круглый? Нет, по крайней мере… Должно получать… Это все-таки не круглый. То есть тень от круглый не всегда круглый. А тень от прямой всегда прямая. Да. Можно куда-то сюда что-то объяснить? Да, конечно. Давайте возьмем… Граждане, тише, пожалуйста, особенно когда кто-то говорит… Вот у нас есть отрезок, нарисованный на стекле, мы смотрим на тень. Давайте возьмем отрезок, который… Вот этот отрезок, и вам… Ну, прощируем, что… На них пользуется… Ну, плоскость, когда причем, плоскость, на который мы проецируем, прямой… Ну, видимость прямой какая-то будет. Да, есть такое объяснение. Оно использует два факта стереометрии, которые, так сказать… Которые, ну, надо поверить. Если вы не изучали стереометрию, ничего другого сделать нельзя. Что именно? Через три точки можно провести плоскость. А через… Вот ламбут и эти две точки можно провести плоскость. Теперь. Все лучи, соединяющие… Второй факт, на самом деле, еще который мы… Третий факт, который мы используем. Что если две точки прямой лежат в плоскости, то и вся прямая лежит в плоскости. Значит, весь этот отрезок целиком лежит в этой самой текущей плоскости. А следовательно, все его точки лежат в этой плоскости. Следовательно, все эти лучи лежат в этой плоскости. И тем самым, значит, у нас имеется как бы точка пересечения, точка встречи двух плоскостей. Одна – это плоскость доски, а вторая – это вот самая плоскость, в которой движутся лучи, пересекающие прямую. А пересечение двух плоскостей – это прямая. Ну, так сказать, вот мы использовали разные факты стереометрии, которые уже я никак не могу объяснить. По концу мысли аксиому почти что-то. Но, тем не менее, вот видно, что пересечение двух плоскостей – тени прямой, получили, что будет прямая. Ну, я не знаю, кто, кому это доказательство кажется убедительным? Да, ну, не особо, ну, не знаю, лучше… Ну, ладно, давайте я с этим примером… Пожалуй, это трудно, но посмотрите, когда будете проходить мимо проводов, посмотрите, как выглядят троллейбусы проводов на домах, на разных сооружениях. И тянет, если провод натянут, то видно, что она прямая. Теперь, следующая вещь, в которую, я думаю, вы легче поверите. Вот пусть у нас имеется отрезок, и мы знаем, что у него проекция будет отрезком. А как вы думаете, если она в середину этого отрезка, спроектируется она в середину отрезка или обязательно? А можно привести пример, когда она не проектируется? Ну, давайте прямо здесь нарисуем. Значит, вот пусть мы нарисуем, вот у нас отрезок, вот лампа. Ну, вот видите, пусть попалась. Ну, тоже можно сказать, что так довольно ясно, что этот отрезок мы довольно аккуратно разделили пополам, а здесь это все-таки заметно больше. Но можно нарисовать эту картинку еще более убедительно. Давайте нарисуем отрезок, допустим, вот так вот. А лампу поместил так, чтобы вот куда-нибудь сюда, чтобы одна точка пересекалась только где-то в разумном месте, а вторая бы уходила куда-то там очень-очень далеко. Ну, если это вам кажется, что это далеко, то можно лампу еще не уже спустить, тогда она еще дальше. Тогда середина этого отрезка, ну, будет где-то здесь и не уйдет в бесконечность, когда мы спускаем лампу. Поэтому ясно, что не может быть так, что это равняется и... А это не за ответ, что вы смотрите, что там, если вы не понимаете, то это очень-очень. Надеюсь, если очицы... Сейчас, стоп, вот эти не очи. Надеюсь, если очицы... Ну, может, они не равны, но хорошо. Ясно, что прямая все-таки середина находится где-то вот здесь. Следовательно, как мы не проективы, ну, куда-то пойдем мы примерно вот сюда. А это будет очень далеко. Ясно, что чуть-чуть спустил ее, можно это вообще увести в бесконечность. И поэтому надеяться на середину нам не приходится. Теперь самый такой главный момент в рассуждении. Итак, представим себе, что пришел там великий ученый или там... Ломоносов или Лиман, или какой-то ферматист, и говорит, что вот я придумал сложное построение... Построение середины отрезка одной линейки. Как его разоблачить? Есть такой способ разоблачения. Давайте попросим его провести это построение на стекле. И он вокруг идет. И найдет середину отрезка. Ну, если он не найдет середину отрезка, значит, он сразу неправильно и его можно отослать обратно для доработки построения. Но, представляете, что так получилось середину? Тогда мы на том же самом построении посмотрим на носке. Ведь если он на стекле соединял какие-то две точки, то он на носке их тоже соединял. Ну, если была точка, то здесь точка, если привели прямую, то здесь прямую. То есть, если эта прямая прошла через точку, то и здесь она прошла. Если двести вверх не пересекались точки, то и здесь они пересекаются. То есть, если люди сидят в зале и не видят доски, не видят стекла, а видят только какие тени на носке происходят, то они будут тоже видеть то же самое построение. И, следовательно, если это построение было правильным, то и на носке тоже должна была положить середину. Но мы видели, что бывают случаи, когда середины разные. Тем самым, вот в таком случае построение неизбежно должно дать ошибочный ответ хотя бы в одном из двух вариантов. Либо на стекле получится неправильно, либо на носке, потому что эти два варианта друг к другу не согласуют. Таким образом, я считаю, что мы доказали теорему, что какое бы построение, кто бы ни предложил, оно не всегда будет давать середину ответственности. Ну, а для доказательств, чтобы опровергивать претендентов на это построение, полезно иметь стекло и лампу. Ну, вот если я узнал, что это такая хорошая лампа, я бы даже принес стекло, но такую яркую лампу, это всё равно ничего нет. Вот пример-пример, как мы доказали невозможность чего-то с помощью трёхмерного пространства. Давайте теперь я хочу понять, кто считает, что он понял это рассуждение? Замечательно. Тогда сейчас давайте я ещё одно рассуждение разберу с трёхмерным пространством и проекциями, раз уж мы заговорили о проекциях. Но в которой мы будем доказывать уже совершенно теорему. И не то, что что-то нельзя сделать, а будем доказывать, просто как в школе доказывают, что там. Лучше что-то всегда верное. Ну, это была такая очень традиционная теорема. Теорема эта называется теорема дезарка. Кто-нибудь слышал, в чём она состоит? Ну, кто слышал, я прошу прощения. Она касается некоторой картинки на плоскости, но не очень простой, но тем не менее. А на плоскости проводятся три луча. Ну, значит, проблема с этой картинкой всегда, что если её плохо рисовать, то она что-то пересекается там очень далеко и получается ненаглядно. Ну, давай попробуем. Значит, из некоторой точки О проводят три луча. И дальше на этих трёх лучах берут вершины двух треугольников. Вот один какой-то треугольник. Ну, можете я его поправлю, чтобы он совершенно пересекался. Но вот на каждом луче берут по одной точке. И второй треугольник тоже на каждом луче берут по одной точке. Т.е. это будет утверждение верно всегда, но просто, чтобы картинка была более наглядной, я хочу нарисовать её. Теперь, вот есть А, В, С, и вот есть соответствующие А', В' и С. Теперь одноимённые отрезки, т.е. А, В, С, и С, например, которые без штриха и со штрихом, они продолжаются до пересечения. Ну, есть ещё случаи, когда они будут оказаться в правильнике, но пусть так и случилось. Получаем вот здесь пересечение какое-то. Получаем вот здесь пересечение. Так. И получаем вот здесь пересечение. Получили три точки пересечения. У нас были три стороны треугольника А, В, С и А, С. Мы пересеклили, соответственно, с А, В, С, В, С, С, А, С, С. Получили три точки. Ну, и, вероятно, вы уже можете догадаться, в чём стоит теорема, что эти точки почему-то оказались на одной прямой. Ну, и, действительно, если вы аккуратно проделаете такое построение дома на бумажке, то, скорее всего, у вас, конечно, прямые пересечки очень далеко. Но, если вы будете аккуратно и сделать так, чтобы они не вышли за лиц, то, действительно, с хорошей точностью эти точки окажутся на одной прямой. А теперь, значит, знаете, почему это так? Никто не знает. Хорошо. Тогда, значит, утверждение стоит том, что это можно осознать путём медитации с помощью стекла и доски. Ну, скорее, стекла и пол. Значит, вот сейчас, может быть, вы уже осознали это и увидели здесь картину? Что-то трёхмерное. Где здесь стекло, где здесь пол? Ну, довольно ясно, где здесь лампа. Лампа находится в точке окажута. АЦБ находится на стекле. Давайте вот я его нарисую. АЦБ находится на полуге. Вот здесь у нас там. АЦБ находится на полуге. Ну-ка, я не знаю, как это аккуратно нарисовать, но вот так вот здесь. Это вот горизонтально лежат на полуге. На полу образуется такая тень. А стекло, если вот так смотреть от вас, то пол находится вот так, а стекло поставлено примерно вот так, а О светит из-за него. То есть вот на самом деле эта часть уже за стеклом. Этих лучей мы не видим. Ну, вернее, видим мы через стекло. Луч заходит за стекло, а здесь он выходит, через стекло проходит, и дальше доходит до пола. Получается такая штука. Ну вот, современные искусства, наверное, намного бы сделать такую инсталляцию, как они выражаются. Взяв три луча лазера, стекло, немного дыма и, значит, организовать все вот эту штуку. Ребят, дым не нужен, а программа «Живая геометрия» лежит в свободном доступе, и никто не мешает вам это сделать. Это реально полезно. В программе «Живая геометрия», конечно, ее авторы предусмотрели, чтобы все лежало на мной прямой. Это интересно. Они же знают, что это геометрия. Ну, они, конечно, знают. По налоге. Со стеклом стекло не знаем, поэтому «Живая геометрия» — это не доказательство. Это все равно как верить электронному результату подсчета чего-нибудь. А кто его знает? Вот по телевизору считают, кто в каких-то голосах позвонил по телефону. А что они там считают? Так что лучше, кстати, взять стекло. Вот так или иначе. Смотрите. Вот у нас имеется стекло. Вот за него уходит. Выходит. Выходит лучи. И лучи эти отбрасывают тень на пол. Ну вот я не знаю, я плохо нарисовал. Значит, понятно эта картинка или надо еще объяснять, где что и откуда кто смотрит. Поднимите просто руки, кто считает, что представляет себе, какая картинка трехмерно имеется в виду. Часто, непонятно. Ну вот смотрите, вот это стоит как бы вот так. О, вот там. И светят лучи вот так. А пол лежит вот здесь. И сюда эти лучи попадают. То есть вот эта вот часть горизонтальная. Ну давайте, можно даже считать, у нас стекло такое большое. Кого прямо доходит до пола. Ну, сейчас скажу. Давайте я сейчас скажу до конца, а потом еще нарисую картинку. Теперь, почему эти точки лежат на одной прямой? Может кто-нибудь уже догадался, что это будет за прямая? Пересечение? Конечно. Это будет пересечение плоскости стекла и плоскости пола. Представим себе, что стекло на самом деле большое и доходит до пола. То есть вот стекло у нас, вот у нас, ну давайте вот это, вот имеется пол, вот имеется такое большое стекло, которое вот здесь стоит. Здесь стоит лампа, а мы смотрим оттуда. И вот здесь образуются, эти три луча идут, здесь образуется тень, там, в общем, тут очень хорошо даже и пол, все есть. Можно было бы стекло привести, но нет. Теперь смотрите, смотрите. Прямая АВ, она находится, естественно, в плоскости стекла. И дальше она продолжает оставаться, как мы продолжаем дальше сколько угодно, она продолжает оставаться в плоскости стекла, правда? А прямая А' естественно, нарисована на полу. И если она продолжается, то она остается в плоскости пола. И прямые пересекаются в точке, которая лежит и на стекле, и на полу. То есть в том месте, где стекло касается пола. А они не могут так называть прямой? Ну, почему бы и нет. Что угодно могут быть? Нет. Стекло вообще более наклонное, я не знаю, как-то оно наклонено. Но не важно, какой там угол. Важно, что точка, где прямые пересекаются, лежит, на самом деле, на сгиб, вот на этом, линии сгиба, или как сказать, ну вот, где пол встречается со стеклом. Ну, называется там на вершине, на прямой, являющейся вершиной двугранного угла. Ну, не важно, очень понятно, где здесь стекло встречается со стеклом. И эти три точки, все две другие точки тоже лежат по тем же самым причинам. Аптей лежит на стекле, аж-тек, церковь на полу, пересечение лежит на линии стричь. Ну, соответственно, все эти три точки будут лежать на одной прямой, в трёхмерном пространстве, они будут лежать на одной прямой, которая есть линия пересечения. Но теперь, если мы эту всю картинку сфотографируем, и, значит, точки, которые на одной прямой были на картине, на одной жизни, они будут на одной прямой фотографировать. Тем самым, для исходной картинки на полу, у нас три точки тоже лежат на одной прямой. Вот такая вот, такое вот доказательство. Значит, это называется теорема Дезанга. И эта наука, которая изучает вот такие вещи, сохраняющиеся при проектировании, называется проективная геометра. Ну и вот мы с помощью трёхмерного распространения доказали плоскую теорему из проективной геометрии. Может быть, кто-то из вас знает такую задачу планиметрическую. Есть три окружности. Разного диаметра. И к ним построили, к каждым двум окружностям построили общие внешние касатели. Это будет немного похоже на теорем Дезанга, но... Ну вот, сейчас вот есть окружность О1, О2, О3, и в каждой паре приведены пары внешних касателей. Одна пересекается вот так, другая вот так вот, и третья пересекается вот так. Ну и вы, наверное, уже догадались, в чём стоит теорема. В чём? Слушай, прямая. Что? Все эти три точки лежат на одной плоскости. На одной плоскости. Прямой. Как учит Фрейд, подсознание определяет оговорки. Значит, действительно будут плоскости, но теоремы утверждают, что они лежат на одной плоскости. Ну и вот я сейчас попытаюсь объяснить наглядно, почему это так. Это не очень строго, и даже не очень, в принципе, там надо не так просто объяснить строго, но тем не менее, надеюсь, что это будет... А может кто-нибудь знает такое простое рассуждение, почему это без стереометрии, почему это верхняя? Пока это никому не очевидно. Но это хорошо, потому что тогда будет какое-то пользование с стереометрией. Значит, а давайте сначала себе представим конус. Отвлечём себя. И представим себе конус. Ну, какой-то колпак. Теперь представим себе, что мы в этот колпак заталкиваем шар, так, чтобы он в него уперся. Что получится? Естественно, что шар упрётся в конус. Будет какая-то линия упора. Как это будет выглядеть? Ну, шар до какого-то места дойдёт. И будет он касаться по окружности. А если мы, скажем, положим ещё один побольше шар, он будет касаться по окружности больше окружности. Ну, а они, конечно, должны быть более реалистичны. Но, значит, теперь на эту картинку я предлагаю здесь с другой стороны. Что если есть два шара, то можно образовать конус, в который они оба содержатся. Вот таким образом вложим. То есть, если у нас какой-нибудь шар побольше, шар поменьше, то мы можем сделать такой конус, который вот оба эти шара его касаются изнутри. Ну, вот как здесь нерисовано. Почему вы имеете? Можно сделать такой конус. Теперь, что мы видим на этой картинке? На этой картинке, будем её себе представлять так. То это окружности, на самом деле мы их видим в окружности, а на самом деле это шары. То есть, вот есть такой большой шар, и вот мы видим его как окружность. И этот тоже шар, который мы видим в окружности, и этот тоже шар. А вот эти две линии, это конусы. То есть, теперь задача такая, что в пространстве имеется три шара, и мы для каждого из этих двух шаров, ну, правда здесь такой развертый шар, потому что конус не делается, но все не поменьше. Для каждого из этих двух шаров мы на них такой вот настраиваем конус. И у этих конусов есть вершины, и вот эти вершины в пространстве на самом деле лежат на одной прямой. Почему это кажется противоподобным? Как это объяснить? Эта прямая будет пересечением двух плоскостей. Вот представьте себе, что здесь есть вот три шара. Вот прямо здесь вот один шар, другой шар, третий шар. Представьте себе, что мы на эти три шара положили плоскость. Сверху положили кусок плексигласа. Тогда, естественно, этот кусок плексигласа будет касаться, ну, упрется в эти шары, ну, а так даже не только он в шары упрется, а просто он упрется в образующую конус. Потому что будет каждый кусок плексигласа, а на нем будет лежать вот так вот конус. Если мы положим на эти шары стекло, то это стекло коснется этих конусов. То есть конус будет касаться стекла, и в частности вершина конуса будет тоже лежать на стекле. То есть вот нужно себе представлять себе такое три шара, уложенное стекло, и вершины конуса оказываются на этом стекле. Но теперь мы можем такое же стекло положить с другой стороны. И получится два стекла, между которыми эти шары как бы зажаты. Ну, представьте себе такой вот угол, а внутри вложено три шара. И дальше вместе с этими шарами вокруг них понастроены конусы. Эти конусы тоже касаются плоскости, вершины их лежат в плоскости, а эти точки лежат на линии пересечения плоскости. Ну вот не знаю, угодил я вас или нет, непонятно, да? Но это строгое опыта еще сложнее, чем теоревый дизайн, поскольку тут еще шары, конусы, надо понимать, как они касаются. Ну хорошо, я опять же боюсь спрашивать, но все-таки спрашиваю, кто считает, что это рассуждение убедительное? Есть такие или хоть кто-нибудь? Да, ну вот видно, что меньшинство. Ну хорошо, ладно, давайте, давайте. Сейчас попробую еще один опыт с конусами и шарами. Если это будет непонятно, то тогда мы берем другую задачу, где нет таких слов, с терапевтических фигур, может быть, будет проще. Ладно, ну ничего не поделаешь. Ну а на самом деле они лежат напрямую, это факт. Ну, впрочем, знаете ли вы, что такое эллипс? Что такое эллипс? Кривая второго порядка. Вау, кривая второго порядка. Над полем вещественных чисел, да. А кто-нибудь может проще по-простому описать такое эллипс? Овал. Надо взять круг? Нет, надо, допустим, взять жестку, и есть два гвоздя, и есть две. А, значит, это я на другой. Есть два определения эллипса. Одно эллипс. Одно эллипс. Надо взять круг, и нарисовать его на листе, находясь под резином. Вот, нарисовали круг на такой клетчатой резиновой губы. Дальше, нужно эту губаку растянуть в одну сторону. То есть по вертикали останется то же самое расстояние, а по горизонтали... Ну, я не успокоюсь рисовать аккуратно, но давайте. Вот она станет уже не квадратным прямоугольником, ну и вот она будет растелена тоже на какие-то прямоугольные штучки, которые присаживают то же самое число, ну и получится какая-то вот такая растянутая вещь. Значит, этот вот круг, он после растяжения в одну сторону дает эллипс. Это один вариант определения эллипс. А есть гвоздь. А есть гвоздь. Вот сейчас как раз, как раз наш пример применения трехмерных рассуждения будет объяснение, почему это один и тот же сам, получается одно и то же. Скажите про гвоздь. Ну, нужно взять по меру, бить два гвоздя. Бить два гвоздя. Ну давайте мы мысленно вобьем два гвоздя в гвоздь. Дальше мы что делаем? Резинку. Резинку или нерастяжимую? Нет, по растяжимой мы вставим карандаш и вот так вот оттягиваем. Сейчас, можно ее вставить в карандаш и оттягиваем. Но если она растяжимая, так мы можем оттягивать куда угодно. Нет, ну как бы более жестко. То есть надо взять как раз наоборот штурок, который не растягивается. И вставить сюда карандаш так, чтобы образовалась такая петля. И посмотреть, ну вводится этот карандаш туда-сюда. Получится такая кривая. А он вроде бы замкнул, он накачивает его не петлю ножку. Почему же? Значит, у нас же какой-то есть избыток, это веревочек. Значит, когда мы ее будем тянуть сюда, он останется так, ну какой-то кусок останется, да? Ну, то есть есть такое постоянное расстояние, вот это там, d, и веревка постоянной длины. Значит, сумма вот этих двух отрезков, вот эта сумма должна быть постоянной. Можно даже сделать иначе, можно просто веревочку не натягивать, здесь и где-нибудь завязать свой поездик, здесь и вводить карандаш так. И вот она называется эллипус. Ну, видно, что определение совершенно другое, здесь мы ничего не растягиваем, а рисуем с помощью веревочки. Научно говорят так, что эллипс есть, ну, раньше говорили геометрическое место точек, потом говорили множество точек, а сейчас, наверное, опять говорят, если вообще говорят геометрическое место точек. Это кривая, на которой находятся точки, у которых сумма расстояний до двух данных точек постоянная. Это называется фокус эллипса. От любой точки эллипса сумма расстояний до фокуса постоянная. Ну, кстати, у нас есть разные интересные свойства. Например, можно доказать, что эти два отрезка образуются фокусами, равные углу. И поэтому, если вы выстроите какой-нибудь зал в форме эллипса, и здесь поставите, скажем, источник света, зеркальный зал, где эллипс, и здесь поставите источник света, то этот весь свет соберется в другом фокусе. Он отразится, как раз, как углубление равных углодородов. Или, если это просто помещение, не зеркальное, но с твердыми стенами, и здесь кто-то очень тихо говорит, то в другом месте человек может услышать, потому что все очень хорошо отражается. А физики бы сказали, что волны, которые отсюда выпущены, у них все эти пути имеют разный элемент, поэтому они приходят сюда в фазы и складываются друг с другом вместо того, чтобы инверсировать. Ну, неважно, это все так просто, к слову. А теорема состоит в том, что это одно и то же. Что если мы нарисуем круг, потом его расценим, то оказывается, что это как раз можно будет найти такие две точки, что сумма расстояния, что все вот эти расстояния одинаковые. Ну, в общем, так как это не очень наглядно и очевидно, я бы это сказал совсем неочевидно. Почему это вдруг, мы растянули круг, почему вдруг такое странное свойство выпало? Может быть, кто-нибудь знает, как это доказывает? Ну, значит, если не знаете, давайте я попробую рассказать. Во-первых, надо усмотреть эллипс пространства. Эллипс пространства можно усмотреть таким образом. Давайте мы нарисуем, рассмотрим горизонтальную плоскость и рассмотрим наклонную. А свет падает вертикально. Ну или, наоборот, снизу идет свет вертикально. Может быть, даже лучше представить, что свет снизу идет. Тогда что происходит с отрезками на этой плоскости? Ну, получается, какие-то отрезки на этой плоскости. Значит, какие отрезки растягиваются больше, а какие меньше? Ну, вообще-то, отрезки на этой плоскости, по-моему, подлиннее, чем на горизонтальной. Но одни растягиваются больше, а другие меньше. Как Вы думаете? Те, что дальше растягиваются? Те, что дальше растягиваются. Ну, теплое расположение. Расстояние между теплое или больше? Ну, не скажите. Смотрите, если... Ну, так можно даже нарисовать вот так вот, что если у нас несколько отрезков на разных расстояниях, и мы их все спроектируем снизу, то если равные отрезки переходят здесь в равные. То есть не так важно, на каком расстоянии мы находимся от границы. Если у нас лучи проектирования параллельные, то отрезки, которые здесь находятся на разных расстояниях, будут проектироваться тоже как по этой картинке. Это называется эреку фалис. По этой картинке они будут проектироваться тоже как равные. Да, но вот есть важная вещь. Если отрезок у нас идет параллельно вот этой линии пересечения, то естественно ничего не произойдет, он так и останется. Такого же расстояния. Вот если у нас здесь вот такой квадратик, то с этим квадратиком произойдет то же самое, что при растягивании. То есть одна его сторона, вот эта сторона, останется как дула. Сторона, которая параллельно линии пересечения останется как дула, а вторая сторона растягивается. То есть вместо того, чтобы растягивать резинку, можно нарисовать что-нибудь, например, круг. Здесь можно нарисовать круг. Ну, мне так трудно показать, потому что это так, это наклон. Вот здесь можно нарисовать. И посмотреть, какая у него останется тень. Тень будет какой-то наклон. И это как раз будет эллипс. То есть процесс растяжения можно диалетически заменить процессом проектирования на наклонную плоту, на наклонную плоту, вертикальную пучку лучей с горизонтальной плотностью. Ну, а теперь, где в реальной жизни лучше всего увидеть такую картинку, где получается эллипс одним способом? Ну, давайте даже за более конкретный вопрос. В каком магазине это проще всего увидеть? Желтый. Нет. Вы слишком абстрактно рассуждаете. Ну, хорошо. Какой товар больше всего наблюдает эту картину? Колбаса. Правильно. Где у нас здесь колбаса и что вообще происходит? У нас имеется вертикальный цилиндр, который образует тень от этого самого круга в пространстве. И этот вертикальный цилиндр пересекается наклонной плотностью. А получается такой кружочек колбасы, который можно... Ну, как колбасу режут такими ломцами, чтобы точки получались подлиннее и создавалось впечатление, что колбасы больше. Поэтому вот те ломтики колбасы, которые вы увидите, вы видите, это и есть, но с точностью до неровности кишок, из которых делали колбасу, это как развод эллипс. Так что мы уже обнаружили, что наше геометрическое определение эллипса, как растянутый круг, мы от него можем перейти к другому определению эллипса от сечения цилиндр. Так что если вы будете когда-нибудь выпивать и закусываться, захотите объяснить своим собутыльником, в чем полезная геометрия, вы можете взять кусочек колбасы и сказать, что вот тут на этом кусочке есть две такие точки, что сумма расстояния от любой точки шкурки для этих двух точек одна и та же. Мы не уверены, что это произойдет впечатление, но тем не менее у вас есть возможность это объяснить. Мы обещали доказать, как это доказать геометрически в трехмерном пространстве. Про растянутый круг мы уже забыли. Я помню про цилиндр и сечение цилиндра эллипс. И вот теперь называется такая штука, которую придумал человек Данделен. Она называется Шары Данделен. И такая штука странная, немного, но очень проста. Давайте рассмотрим, представьте, что это такой сделан прямо цилиндр сделан из чего-то, из какой-то стен, ну поверхность такая. Давайте в него сверху вложим шар, который в точности по размеру такой, как этот цилиндр. Он так плотно войдет и будет, его можно будет там двигать внутри, внутри, внутри цилиндра, и так, чтобы он, значит, вот двинулся вверх, вниз. И снизу вложим такой шар. Искусство преподавателей математики часто требует неожиданных рублей. Значит, что мы сделаем? Давайте возьмем этот цилиндр, начнем эти шары, подготовим эти шары к укладыванию, и будем их укладывать до тех пор, пока они не упрутся в это сечение. То есть, представьте, что там он разрезан и сделан проложеная какая-то плоскость, шары в некоторый момент упрутся. Давайте, пытаюсь нарисовать тот момент, когда я не укладываю. Не так просто. Ну, конечно, это реалистическое ствол получается, но тем не менее, давайте вообще так. Значит, вот они по обрежнему касаются стороны поверхности цилиндра по окружности. Вот есть две такие окружности. Вот есть два шара, которые мы пытались внутри этого цилиндра друг другом сталкивать, сближать. Ну, вот они некоторое время упёрлись в этот самый иллипс, и дальше не идут. Вот они где-то здесь упёрлись. Значит, понятно геометрически, что имеется в виду? Кто куда прикладывается, по что упирается. Понятно? Да. Теперь вот эти точки, которые они упёрлись, и будут сопусы. По очень простой причине. Рассмотрим какую-нибудь точку эллипса. Тогда, вот если мы соединим её с фокусом, у нас получится касательная к шару. Ну, посмотрите, шар лежит на плоскости, мы взяли какую-то точку на этой плоскости и соединили с точкой касательной. Ну, естественно, получится прямая, которая будет касаться шара вот в этой точке. Вроде ничего странного. С другой стороны, можно рисовать картикальную прямую, проходящую через эту точку. По краю целью мира. Называется образующей целью. Но она, естественно, вот коснётся шара в этом месте. Точки пересечения. Вот будет ещё одна касательная. Теперь, в чём великая сила этого рассуждения? Что две касательные к шару, они всегда равны. То есть если у нас с какой-то точки приведены две касательные к шару, то они равны. Потому что все эти касательные вместе обёртывают шар таким конусом, который его пересекает по окружности. Ну, по теории Фагора можно сказать, что касательный это квадрат этого расстояния 0. Но так или иначе касательные равны. То есть смотрите, вот это равно вот этому. Одна это отрезок до фокуса будущего, а другая это отрезок кусок образующего. Точно так же с этим шаром. Вот этот отрезок до фокуса равен отрезку, правда он тут не очень равен, да? Равен отрезку образующего. Теперь. Значит сумма этих отрезков равняется просто расстоянию по цилиндру между этими двумя округами. Вот этому вертикальному расстоянию. Сумма расстояния до фокуса. Это длина отрезка образующего. И следовательно, следовательно она не зависит, поскольку если мы начнем с другой точки, то у нас получится другие расстояния до фокуса, но длина отрезка образующего будет та же самая. В другом месте цилиндра между этими двумя окружностями, естественно, такое же расстояние. Тем самым мы нашли вот эти самые нагадочные точки. И чтобы найти эти фокусы в колбасе, нужно представить сверху весь шар, который не вписан и касается, доходит почти так далее. В то место, где он впервые выходит на поверхность сечения, и будет фокусом. Ну чего, убедительно это или не очень? Это более убедительно. Хорошо, тогда, значит, с Элипсом разобрались. Давайте мы теперь разберем какую-нибудь совсем назначу, которая даже не по планиметрии, а вообще так. А можно два слова по этому поводу? Да. Ребята, есть сайт квант.инфо, там есть раздел «Советуем почитать», где есть подраздел «Рисунки по новой». Так вот, то, что вам сейчас показали, очень красиво, абсолютно точно и с мультфильмом там нарисовано. Причем не только для цилиндра, а и для конуса. Ну, в общем, много-много-много там разных рисунков. Очень советую посмотреть. Да, есть такой человек Миша Панук, который умеет нарисовать замечательные картиночки. И он нарисовал огромное количество картин разного математического задержания, исключительно качественных. И все они сделаны с полной точностью, и очень много будет их подводить. Иногда-то были такие модели, можно было, продавались в магазинах учебных пособий, продавались они сделанные из стекла штуки, и там было видно, действительно, как это все касается. Давайте, чтобы было что-нибудь совсем другое, не похожее на предыдущее, уже никаких кривых. Так, я забыл сказать про эту, извиняюсь. Я забыл сказать еще одну про эту, для одиннадцатиклассников такая есть задача по геометрии. Очень забавно, что мой приятель, а то есть студент Мехмата, он рассказал мне эту задачу, как пример применения высшей математики и техники интегрированной. И совершенно не подозревал, что она имеет очень простой геометрический объяснение. Ну вот, задача такая, значит, есть кривая, которая называется синусоидом. Значит, график синуса, он устроен на самом деле. Это синусоидом. Спрашивается, какая длина у синусоида? Значит, ну никакой точной формулы, замкнутой формулы, выражающей через обычные операции, нету. Но зато можно сказать следующее, что длина у синусоида равняется длине эллипса, который получен из круга единичного радиуса растяжения в корень из двух раз. Это синусоидом. Теперь ничего не перепутал только. Один. Правильно, правильно. Один корень из двух. Да, вроде ничего не перепутал. Вот такой. Да, ну может, судя вас сообразил, почему это геометрически верно? Нет, это так действительно не просто догадаться, но может вдруг кто-нибудь заметил. Да, ну давайте я скажу указания. Тут нужна не колбаса, а свечка. Ну или, в общем, колбаса может тоже сгодиться, если у вас есть острый нож. Нужно сделать следующее. Нужно обернуть колбасу бумажку, разрезать колбасу ножом прямой, посмотреть, что получится и задуматься. И тогда вы поймете, почему длина синусоида равняется длине ею. Ну, по крайней мере, первые три шага не требует никакого математического образования. Я вернусь колбасу бумажку, надо взять просто так завернуть ее. Потом взять острый нож и под углом разрезать. И развернуть. И подумать, где, в чем состоит доказательство. Это у вас. Да, это я забыл сказать раньше, а сейчас я перехожу к совершенно другому. Если даже вам ее все уже надоели, то больше их не будет, а будет совершенно другая игра. Давайте нарисуем такую игру. Поле раскрыто на треугольник. И оно выложено ромками. Значит, вот у нас имеется ром, который соединяет два треугольника. И оно выложено вот так. Вот у нее вот так. Все можно выложить ромками, даже по многим способам. Значит, вот я пытаюсь сейчас это рисовать. Поле выложено, ну, можете себе представлять, что у нас имеется какая-то фанерка. В ней имеется лучше всеугольная ромка. И этот ромка замещена. И ее выложено, положено лицаром. Значит, это единственный способ замещения или не единственный? Можно ли их заместить как-то иначе? Да, можно все перевернуть, тогда вот эта линия пойдет уже наверх. А можно ли несколько вынуть ромок и положить иначе? Какое минимальное изменение можно сделать, чтобы что-то переменить здесь? Вот у нас есть все выложено такими плитками. Можно ли мы, скажем, ну, если мы одну плитку вынем, то ее, естественно, можно выложить обратно, только куда мы ее взяли. И, на самом деле, я думаю, что если две тоже вынуть, то тоже ничего не получится. Но вот если три вынуть, то их можно положить иначе. Видит ли кто-нибудь, как это сделать? Нет, посередине, который надо развернуть. Да, вот можно взять вот эту штучку, которая посередине, и ее развернуть. То есть, выложить теперь иначе. Тот же самый шестиугольник нижний, он будет теперь развернут. То есть, он будет вот так. Ну, давайте это сделаем. Прямо вот на этой картинке. Значит, нам нужно было вот сделать... Тихо, тихо, тихо. Умятина. Правильно, выдали секрет. Ну, ладно. Значит, можно ли еще что-нибудь сделать? Ну, можно, конечно, вернуть обратно. Можно это снова заменить обратно. Но есть ли какую-нибудь другую вещь, которую можно заменить? Здесь осталось. Где можно заменить? Где? Значит, вот есть такая, например, вот здесь. Или вот здесь такая есть. Или вот здесь такая есть. Ее тоже можно заменить на... Ну, у нас снова образовались штуки, которые можно заменить. Сколько у нас мест где можно заменить? Где можно найти такой кусок и заменить его на такой? Два. Два. Где они? Дорог четыре. Четыре. Где они? Покажите, объясните. Ну, пойти, например, так. Ну, пойти, например, так. Но если вам не сложно. Выпусите человека, покажите. Вот, смотрите. То, что было. А, вот вы нашли вот этот кусочек. Вот этот. Да, подождите, а где второй, давайте, прежде чем? Прежде чем? Этот. Нет, подождите, был только... Вот было так. Давайте прямо на этой картинке покажите три места. Это четыре места, как вы говорите. Вот одно. Где еще? Сейчас. Два. Это какое? Вот как? Нет. Если вы выйдете только эти, то ничего вставить сюда не удастся. Нет. Здесь у нас очень хорошо. Здесь три приближута друг друга, и это можно заменить. А здесь нет. А здесь нет. Вот тоже нет. Вот есть реально два места. Вот здесь и вот так. Ну, давайте заменить. Сколько мы уже сделали замен? Четыре. Так. Четыре сделали замен. А тогда здесь уже тоже много места. А. Теперь появились новые места, где можно сделать замену. Можно сделать... Сейчас. И что? Может ли быть так, чтобы мы их бесконечно долго заменять? Или рано или просто... Рано или просто закончится. Рано или просто закончится. Ну, давайте поверим. Это пятая замена, да? Еще можно сделать замену? Здесь не может. Четыре. Здесь. Да. Давайте сделаем здесь. И вверху. Шестая замена. И вверху. Шестая замена. И вверху не может, да. А вот здесь вот здесь вот. Так. Седьмая замена. Давайте. И все. И все. Больше уже ничего нельзя. А. И осталось последнее. Неужели без этого нельзя, ребят? Пам-пам-пам-пам. И мы... Так. И что? Больше уже ничего сделать нельзя? Нет. Нет. Есть такая... Я видел... Нет. Можно сделать? Пойди тогда по-другому. Тогда взять. Обратно. Обратно. Но обратно, конечно. А так? Больше, чтобы вот это не сделать? Да. Так. Хорошо. Спасибо. Значит, теперь у меня тогда... Я вспомнил, что есть такая видеозапись, где на концерте... Подождите. Подождите. На концерте какого-то трио. Я уже не знаю, подстроено это или нет. Звонит сотовый телефон. С такой стандартной мелодией фирмы Nokia. Та-та-та-ра, та-та-та-ра, па-па-па-пам-пам. И товарищи, которые там с фортепиано с криткой Авалан Челли, которые на сцене, вдруг начинают отыграть очень лихо. И оказалось, потом я прочел, что эта фирма Nokia в свое время купила фрагмент, фрагмент от Татьяна Матвео, я не помню у кого, у кого автора. И за определенную плату получила разрешение на веке использовать бесплатно эту музыку по всех своих сотовых телефонах до конца веков. Хорошо. Значит, мы сделали восемь операций. Но можно было бы делать это в другом порядке. А получилось бы то же самое, или можно было бы сделать больше операций или меньше? Это всего восемь. То есть, вот есть на самом деле такая теорема, что что мы не делаем, в каком порядке мы не выполняем наши замены, их будет всегда ровно восемь. Ну, пока мы все восемь не сделаем, еще можно будет сделать следующее. Но после восемь мы обязательно придем, причем придем ровно к этой конфигурации. А восемь будет? А восемь всегда будет. То есть нельзя сделать, скажем, семь замен, чтобы больше нельзя было сделать. Всегда можно сделать ровно восемь. А если бы мы начали с большей доски, где бы разделили бы каждую сторону на три части, тогда вот умные люди говорят, что двадцать семь. А почему двадцать семь? Да, вот нам выдали, правда, секрет нам выдали раньше. Значит, что на самом деле происходит? Вот эту картиночку можно себе представлять так. Вот у нас имеется стена, и в нее выложен, помещен кубик размером два на два на два, состоящий из восьми маленьких кубиков. Ну вот я трохо его нарисовал. Но представьте себе, вот имеется стена, просто вот угол, угол стены, вот при прямой воле, и сюда положено восемь кубиков друг на друга. И мы смотрим, мы видим, как бы вот кубик. Вот это один маленький кубик. А на самом деле, изначально у нас больший кубик стоит двойного размера, такой вот, под вот этим кубиком. И он разрезан на восемь кубик. Ну как кубик-кубик, а только они все разъемные. Теперь, чему соответствует одно такое действие? Вот мы, реально, вот мы его здесь вынули. Что мы сделали? Вот у нас здесь угловой кубик. Давайте его вынем. Тогда образуется такая вмятина на месте, эту угловую кубик. Ну и можно себе представить, как образуется эта вмятина. Ну, я специально нарисовал так, чтобы она была не совсем одинаковая, чтобы было видно, что вот у нас есть кубик. Мы кубик вынули, а объем образовалась вмятина. Но если смотреть с правильного направления, то они, конечно, будут, эти точки будут также. Вот образовалась такая вмятина. То есть у нас есть, здесь кубик весь чистый с поверхности. А вот мы там из этого сыра вырезали вот еще такой маленький кусочек. Ну, теперь, где у нас следующие места, где можно снова сделать замену? Там, где мы видим, что кубик на нас торчит. Вот у нас есть вот этот кубик, который углом к нам, есть вот этот кубик, есть вот этот кубик. И любой из трех можно заменить. Ну или все три сразу. И постепенно мы будем вынимать по одному кубику и их заменять, пока не останется пустое место. Пока не останется стена, вот наша стена, которая была здесь. И на ней останутся просто следы от бывшего момента. Вот так. И в этой картинке уже больше ничего не заменишь. Вот есть вот этот пунктный угол, который здесь есть. Можно только обратно кубик и класть, а в ныне больше ничего нельзя. То есть видно, что вот таким образом, удивительно, как в каком порядке не выполняют эти операции, их количество всегда будет одно и то же, и кончится всегда одной и той же картинкой. И это совершенно очевидно, как нам правильно говорят, если на это так посмотреть правильно и увидеть здесь трехмерную картину. Ну, есть еще много разных примеров. Давайте я скажу еще один, про который вы можете прочесть. Я специально даже сфотографировал это и для журнала Кванг. Есть такая геометрическая задача, что если мы введем три окружности и проведем общие формы, то они пересекутся в одной точке. Кто-нибудь знает, как решать эту задачу? Знаете? Нет, есть геометрические решения с тем, что отрезки секущих-то больше. Но трехмерное решение такое. Нужно организовать мыльные пузыри. Если вы просто на поверхности воды сделаете мыльный пузырь, то это будет такая полусфера. Если вы сделаете два пузыря, то они друг с другом цикнутся. И если смотреть на них сверху, то как раз будет две полусферы. И между ними будет общая хорта. Ну там на самом деле будет еще пленочка. В какую сторону, кстати, будет выгнута промежуточная пленка между двумя пузырями? Куда? Налево или направо? На право. На право? На что лево больше? Она будет выгнута в ту сторону, где больше давление. Ну а откуда больше? В ту сторону, куда действует больше давление. В каком пузыре давление больше? В большом или в малом? В большом. В большом. Ну вот, если вы привезете домой, можете провести опыт и посмотреть на что на самом деле. Но так или иначе, если мы на эту внутреннюю пробку не обращаем внимания, то у нас есть просто две полусферы, и они пересекаются по полуопрожности. А теперь мы смотрим на три полусферы. И эти пересекаются по полуопрожности, которые сверху увидим как прямую. Эти по полуопрожности, эти по полуопрожности. А все вместе, все три сферы пересекаются в одной точке, естественно, потому что это. И эта точка, естественно, должна лежать на всех трех общих хордах, поэтому все три общие хорды пересекаются в одной точке. И это можно таким образом доказать, ну не доказать, а объяснить с помощью мыльных пузырей очень просто. Ну, бывает еще много разных примеров, но, значит, сейчас уже у нас время кончилось. Нет, еще 20 минут еще. 20 минут еще? Но все же обалдели совершенно. А раньше не обалдели. У меня примеров совершенно достаточно. Нет, нет, нет. В общем, реально хорошо бы еще 20 минут. Нет, нет, нет. Естественно, что те, кто уже обалдели, вполне могут уйти. Это будет воспринято. Можно было и не приходить. Я бы на вашем месте обалдел уже давно. Поэтому это не будет воспринято как что-то невежное. Вы можете это смело сделать. Но, значит, если у нас есть время, то я, конечно, расскажу еще. Вот еще одна задача есть. Представьте себе, что у вас на полу получилась лужа. Ну, краску вы разлили, получилось такое круглое пятно. И у вас имеются салфетки. Не салфетки, а там туалетная бумага, салфонные. В общем, разные ролики, которыми можно это пятно закрывать. То есть вы хотите, чтобы пятно не на полу видно. И для этого пытались его закрыть. Мы положили какую-то полоску. Часть закрыта. Ну, можно, в принципе, еще положить какую-то полоску пошире вот так. Еще какую-то полоску можно положить вот так. Ну, и можно надеяться так, что мы хотим закрыть пятно. Оказывается, что есть такая теорема. Что если пятно закрыто, то сумма ширин полосок больше или равна диаметра пятно. Пятно кругло. Ну, то есть если мы полоски прямо прикладываем друг к другу, то это совершенно ясно. Просто, чтобы все вместе их хватило на пятно, ясно, что сумма полосок, сумма ширин, должна быть покрыть, по крайней мере, диаметра пятно. Но оказывается, что если мы кладем косо, то ничего выиграть мы все равно не можем. Сумма ширин все равно будет больше, чем диаметра пятно. И это единственное известное у меня догадательство. Оно трехмерное, и используется некоторую теорему, которую можно... Давайте я ее перенесу, пишу отдельно здесь. Я не знаю, видели ли когда-нибудь такие бывают яйцерезки, что она устроена... Там есть такие жесткие лески, но реально не металлические, закрепленные на такой наклонной штуке. Есть такое место, куда кладется яйцо, и так раз, и яйцо все разрезается из таких полосок. Получаются такие одинаковые кружочки, или если вы положите косо, то там эллипсы. Ну и эллипсы, а в общем-то такие яйцы немножко. Вот такая есть яйцерезка. Но представьте себе, что она положила совершенно круглое яйцо, или там лимон круглый. Значит, теорема вот о лимоне и яйцерезке... Давай так прямо... Она говорит, что все кусочки имеют поровну кружу жизни. То есть если вот у нас был лимон, который мы будем условно считать круглым, и мы его порезали на равные части, то к шкурке лимонной в каждой части попало одинаковое количество. Это немного странно, потому что казалось бы, у среднего ломтика такая длинная шкурка, большая шкурка, а у маленького ломтика шкурка маленькая. Как же так может быть? Дело в том, что... Нет, части все одинаковые толщины. Но дело в том, что эта толщина по-разному сказывается на шкурке. То есть если здесь шкурка идет под углом, но особенно с краю это хорошо видно, что здесь тонкая часть, в нее уходит много шкурки. А в среднюю часть, хотя она и маленькая, но все равно большая, а в средней части, хотя это колечко длинное, но по высоте оно маленькое и, соответственно, узкое, поэтому шкурки меньше. Отсюда, кстати, видно, как надо действовать в столу, потому что известно, что лимоны, из-за того, чтобы они лучше хранились, их покрывают специальным составом, который защищает их от гниения. И этот состав, естественно, в часть очень нежелательный. Так вот, если лимон режут поровну, то этого состава на каждую часть находится поровну. А полезных части лимонов внутренности, естественно, больше в тех частях, которые в середине. Поэтому, если вы хотите максимизировать отношение полезной части лимона к вредным, то нужно стараться выбрать себе кусок лимона, который был недалеко от цены. Тогда относительная доля шкурки будет минимальной. Ну, значит, это в курсе стереометрии, я не знаю, есть ли сейчас стереома или нет. Она называется так, что поверхность шарового сегмента, она пропорционально... Сейчас я посчитаю, как эффективно произведению высоты и радиуса высоты сегмента и радиуса шара. Наверное, двое нужно... Ну, сейчас разберемся. Значит, что такое шаровой сегмент? Шаровой сегмент, это нужно как с лимоном просто взять кусочек лимона. Взять шар и вырезать у него... Ну, на самом деле, даже не просто сегмент, а вот так же высеченный сегмент, наверное, так правильно называть. В общем, это кусочек шара между двумя параллельными плоскостями. И вот у него есть некоторая поверхность. И вот эта поверхность S пропорциональна. Значит, у него есть высота этого сегмента, расстояние между плоскостями, которое на высоте G. И есть радиус шара. И есть какой-то коэффициент у профессиональности. Только вот какой коэффициент, скажите мне? Чтобы эта формула была правильной, какой должен быть коэффициент? Ну, чтобы она была правильной, это можно проверить, например, полушар. Какая площадь полушара? Поверхность половины шара. Значит, если шар имеет радиус R, то у него поверхность какая? 4πr квадрата. 4πr квадрата. Ну, есть такая формула, сейчас не будем сдаваться. Значит, у половины шара поверхность будет 2πr квадрата. И, значит, а высота у него равняется R на R. И радиус, высота полушара как раз его равняет. То есть получается R квадрата. Значит, коэффициент у профессиональности как раз будет 2π. Вот я не знаю, те, кто в 11 классе, что-нибудь вы такое изучали или нет? Есть такая теорема в курсе, в школе в курсе. Еще раз поднимите руки, кто эту теорему видел в учебной геометре. Да. А как она там доказывается? Я помню, что страница. С какой стороны страницы, но... Кто-нибудь помнит, как доказывалась эта теорема? Те, кто видел ее в учебной... Никто не помнит? Почему поверхность шарового сегмента... Вообще-то интегралы из школы давно-давно выгнали. Что? В общеобразовательной школе интегралов нет уже давно. Да зачем интегралы? А я без интегралов трудно доказать. В учебнике Селева это было всегда. Ну, все равно ее трудно доказать без интегралов. Поэтому вместе с интегралами она тоже ушла. Хорошо. Ну, давайте я, по крайней мере, пытаюсь объяснить, почему это рационально. Значит, рационально означает, что, если мы разрежем на много частей одинаковых все, что нужно, то все части будут иметь равную площадь. Если мы через одно и то же расстояние проведем текущие плоскости, то все части будут иметь равную площадь порядка. Ну, как это тут доказать? Значит, отдельная маленькая часть представляет собой конус. Ну, на самом деле, конечно, это не совсем точная конус. Но... Там, конечно, кривой чуть-чуть. Но так это не очень важно, он слегка. Как найти... Значит, нас интересует площадь поверхности конуса. Как найти площадь поверхности конуса? Значит, его можно развернуть. Значит, чтобы... Если у вас есть колпак в виде конуса, то такой колпак можно склеить просто из плоского листа бумаги. Как его нужно склеить? Ну, куда? Значит, какое нужно взять листа? Если мы разрежем... Там, сзади разрежем колпак, хотим сделать выхры. А, ну, он будет такой прямоугольник? Нет, ну, сверху будет вот эта точка. То есть он маленький? Потом будет маленький круг такой? Маленький? Нет, ну, если мы все это развернем колпак, то получится вот такой сектор акуш. Ну, так. Вот у нас есть такой конус. Вот так если его можно склеить. Ну, вот был конус вот здесь вот. Потом мы его так развернули. Получится угол, ну, и какой-то будет, естественно, это вот. Все точки находятся на одинаковом расстоянии от решения, поэтому получится угодно. Ну вот, а эта полосочка... Усеченый конус будет вот такая же конус. А, а усеченный конус будет вот такая же конуса. Внизу у него будет вот такой маленький полуколок. Если его размер... Ну, почему полуколок? Вот эта нижняя часть пойдет сюда, а верхняя часть пойдет сюда. То есть будет в этом секторе как раз вот эта поверхность при разворачивании превратится вот эта. И, следовательно, площадь поверхности... Ну, это такой повернутый прямоугольник реально. Но площадь его равняется произведению ширину на длину L. Длина этой кусочкой окружности, она, естественно, зависит от того, какой сумму. То есть, возвращаясь к конусу, который нарисован здесь, надо взять H и взять вот длину... Ну, а длина равняется 2π. Ну, примерно. То есть, если у нас вот здесь такой сбоку кусочек сферы, который мы мысльно представили сиденье конуса, то его площадь равняется 2π умножить на вот эту высоту, длину его L и на радиус L. Ну, примерно. На самом деле точная формула для конуса нужно брать радиус не по нижней границе, а по середине. Но приблизительно это так. Ну, а теперь можно заметить следующее. Что L на L на самом деле равняется H в высоте конуса на радиус сферы. Потому что эти два треугольника подобны, но у них одинаковые умножки. То есть, заменяя L на H, мы заменяем катянузу на катя, но зато заменяя радиус на радиус сферы, мы заменяем катянузу на катянузу. То есть, площадь поверхности такого маленького кусочка сферы равняется произведению радиуса сферы на высоту этого кусочка. Но если это верно для маленьких кусочек, то это верно для любой кусочек, потому что каждый можно разрезать на маленьких кусочках. Ну, не знаю, в общем, убедил я вас или нет, про то, что лимон неинтересно разрезается на части сравной кожурой. Вот кто считает, что он это понял? Или, по крайней мере, правдоподобно, что при рассызании лимона кожура, примерно, порогом делится. Ну, ладно. Значит, строго-нестрого, но поверили в это. А теперь будет совершенно удивительным образом можно решить эту задачу. Давайте себе представим, что мы закрываем не круглое пятно, а на самом деле это пятно, которое мы хотим закрывать, представляет собой вид сфер на сферу. На полу у нас пятно, но это не просто пятно, а мы мысленно себе представляем сферу на гиппостуре. И побьем. Что? И побьем. Да, да, да. Сфера, естественно, вот пятно у нас вот здесь вот, а мы над ним вот так строим сферу. Теперь, вот здесь у нас какие-то, это пятно закрыто полосочками. Когда мы смотрим сверху на эти полосочки, что мы видим? Что как бы можно считать, что у нас на сфере есть такие полосочки, которые проектируются вниз. То есть если у нас вот на пятне, которая здесь имеется, какая-то положена штука, то как бы над этой штукой есть вот такой кусочек сферы, который как раз над ней помещается. Понятно, какая геометрическая картинка или нет? Ну вот, вот вот лежала здесь полоска какая-то. Просто построим вертикальные плоскости, которые вот с краев этой полоски. Ну или посмотрим, что они высекают в сфере. Ну или мы просто смотрим сверху на сферу. Что параллель вибрид? Ну почему нет? Это кусок, кусок просто сфер. Ну как сказать? Кусок сфера отличается в виде фигуры параллель вибрид. Почему параллель вибрид? Конечно, это кусочек сферы. Ну как, вот есть такая сфера, и вот мы его так сечем, и вот у нас получается кусок шара. Ну вот жалко, что я не принес ничего, шарообразно же можно вырезать, но... Ну представьте, что вы смотрите там на елочную игрушку, в которой вы видите такую полоску. А на самом деле она как шар. Тогда что на этой елочной игрушке имеется? Кусочек покрашен. Так, что мы сверху, сбоку видим полоску. То есть если у нас для каждой полоски, которая была нарисована на земле, можно эту полоску себе представлять по проекции полоски, нарисованной на шаре. Площадь этой штуки пропорциональна ширине полоски. Именно про это была теорема про лимон и яйца мяса. И совершенно не зависит от того, где лежит полоска. Поэтому, если доля сферы, которую мы можем таким образом обслужить, одна и та же, как бы мы не укладывали эти полоски. Поэтому самый выгодный способ обслужить всю полусферу с полосками минимальной ширины, это прикладывать их друг другу рядом. Продолжение следует.